Сказать для кого? Для самой широкой взрослой аудитории. Это популярный журнал, он не специализированный, то есть не какой-то специальный профессиональный, не какой-то специальный для любителей какой-то определенной музыки, какого-то определенного хобби. Здесь представлено все то, что касается, наверное, жизни города и то, что интересует жителям города. Против того, чтобы журнал воспринимался как какой-то арт-журнал, вообще арт-проект, мы хотели бы, чтобы это воспринималось как именно журнал, иллюстрированный журнал о популярной культуре современной. При этом мы преследуем какие-то определенные эстетические задачи. И в таком восприятии, когда не только важен сам текст, какая-то информация, а еще и взаимоотношение этого же текста с какими-то визуальными изображениями, картинками, иллюстрациями, фотографиями. Мы действительно не нацеливались на создание некого арт-зина. Мы хотели представить те материалы, которые будут интересны, повторю, жителю города. Безусловно, житель города так или иначе развлекается тем, что употребляет продукты искусства. Он будет интересоваться художественными явлениями. И, соответственно, здесь будут представлены материалы, которые будут рассказывать о моде, которые находятся на стыке бизнеса, с одной стороны. С другой стороны, удовлетворение простых физиологических, физических потребностей. А с другой стороны, оно удовлетворяет наше чувство изящного. Здесь же будет, естественно, кино, которое важнейшее из искусств. Потому что удовлетворяет очень много потребностей. Здесь будет что-то связанное с живописью, которая уже в какой-то степени, в меньшей степени присутствует в жизни современного человека. Но, тем не менее, все равно присутствует. Хотя бы опосредственно, через дизайн она может присутствовать. Какие у нас еще здесь есть такие материалы? Мы постарались представить, не обойти вниманием, и литературу, вот, хотя это может показаться, как бы, коммерчески, да, и неправильным, и, может быть, неперспективным. Но мы будем обязательно представлять какую-то часть газетной, журнальной площади литературному процессу. А он у нас здесь не превалирует. Проект, который сделала Ольга Хохлова, фотопробы, он же ведь в каком-то смысле доставляет возможность фактически любому человеку принять участие в неком художественном процессе, с одной стороны, а с другой стороны, в процессе своей собственной самореализации. Потому что модели, которые здесь представлены, это не профессиональные модели, они сами создавали вот такой вот образ свой. То есть мы, таким образом, вот сам этот проект Ольги Хохловой, он соединяет вместе и простых людей в их попытке своей собственной самореализации, и также мир кино и мир фотографий. Люди умудряются обнаружить, что верстка журнала однозначно добермановская. Хотя здесь даже близко нет. По тому, какой выбирался шрифт и как будут расположены те же фотографии и иллюстрации по отношению к тексту, в том числе, вот сам близкий русскоязычный аналог, это вот как бы мы рассматривали, это журнал «Знание Сила». Вот. То есть вот журнал «Знание Сила» вот этим людям недоступен, они его не знают. А, кстати, там очень высокий уровень именно, даже не просто очень высокий, вот это уровень, на который можно равняться, как нужно делать популярный журнал. Там журнал специализированный, он научный, популярный, но он популярный. То есть там и выбраны определенный размер шрифта, и расположение текста на странице, и размещение текста с иллюстрациями такое, чтобы читатель, читая, ну, довольно специализированный текст, но написанный адекватным для человека языком, не утомлялся. Вот. Чего нельзя сказать, опять же, о некоторой, вот опять же, журнальной продукции, которая доступна. Потому что мы старались проявить заботу о читателе, зрителе, пользователе этого журнала, чтобы ему было удобно, если он будет читать текст, если он нацелен на этот материал, на прочтение текста, чтобы ему было легко глазами идти по строчкам. Почему ваш контент не стопроцентно оригинальный и так далее, что это некий недостаток? В данной ситуации, как бы, у нас возникает, во-первых, очень большое сомнение в адекватности белорусских журналистов, в том, что они могут взять, подойти к Сорокину и сделать хорошее интервью. Тарантино. Тарантино. Ну, пускай там предлагают не Тарантино, а Лунгина. Я не верю, что кто-либо в белорусской журналистике, во всяком случае, 20-30-летнего возраста, вот эти молодые люди, которые это делают, вообще в состоянии что-то спросить у Лунгина. Да, они могут взять какой-то материал, он может быть опубликован, но смысл в этом материале абсолютно нулевой, но зато это авторский материал. Мне смешно слышать про то, что люди могут там у кого-то брать какое-то интервью, если, мягко говоря, они «Войны и мир», то толком не читали. Ну, какое интервью? Сначала читаем классику, понимаете, а потом начинаем про что-то говорить. Вероятно, у этого и поколения людей совершенно четкие есть вот эти представления о том, что искусство – это нечто высокое, а бизнес – это нечто, скорее, низкое, нечто меркантильное, коммерческое однозначно воспринимается как низкохудожественное. Вот эти вот клише, они, безусловно, не помогают наведению мостов между разными, опять же, сферами человеческой жизнедеятельности. И, опять же, мы полагаем, что эти клише должны быть разрушены, потому что искусство всегда должно быть некой частью бизнеса. Это совершенно однозначно. И издательская деятельность – это такой же бизнес, как и производство колготок, там, производство напитков. Это все некие формы, куда вкладывается капитал и который может быть заново извлечен. Ну, во-первых, интернет – это не полиграфия. В интернете нельзя ничего потрогать, нельзя ничего пощупать. Бумагу, которую вы берете в руки, вот вы можете сейчас взять в журнал, вы испытываете совершенно определенные ощущения. Вот. От того, какая бумага, очень зависит восприятие и самой картинки, и самого текста. Вот. Здесь есть и запах. То есть смотреть на картинки в экране и держать перед глазами – это совершенно разные ощущения. Интернет-издание никогда не в состоянии будет в этой части заместить печатную продукцию. Мы не полагаем, что интернет-издания не нужны. Мы не полагаем, что они не востребованы. Мы полагаем, что, так или иначе, интернет-журналистика и полиграфическая продукция в какой-то мере могут удовлетворять одни и те же потребности, но в других частях эти потребности не одинаковы. Вот. Печатная продукция удовлетворяет совершенно… то есть не только потребность в информации, голой информации, а также вот целый ряд вот таких вот очень приятных ощущений. Каким образом вы берете в руки книгу? Каким образом вы берете в руки журнал? Что вы испытываете? И каким образом вы смотрите на картинку на экране? Есть целый ряд возможностей, которые предоставляет интернет-журналистика. Вы можете запускать видео. То есть у вас может присутствовать анимация, предположим, чего в печатном варианте нет. Но на картинке в экране нет бумаги. Вот. Бумага – это отдельная совершенно потребность. Мы испытываем эту потребность, и ее уничтожить быть невозможно. Просто я могу добавить, что начиная от того, что в интернете, когда ты смотришь на дисплей компьютера, там и текст, и фотографии, все объекты, они вообще не имеют никакой физической величины как таковой, да. Это все условно. Но иногда же приятно именно поддержать тот же журнал и книгу в руках, именно, а не смотреть куда-то на экран компьютера. Но, опять же, это относится скорее именно к хорошо сделанным книгам и журналам. Там, где учтены и какие-то правила определенные верстки, и дизайна, и бумаги, и количество там страниц, и размеры, наверное, самого издания. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Чего она звонит? Она же знает, куда я пошел. Чего ей надо? Хорошо. Ты объяснилась до сих пор? Да-да-да.